Друзья, сегодня мне легло на сердце. Я хочу с вами, со всеми этим поделиться. Сегодня я выбираю обрести полную свободу от алкоголя. Дело в том, что много лет я помогал людям алкогольно-наркотически-зависимым, но я считал, я же не алкоголик, и мне можно по праздникам или с друзьями. И вот что я понял. Если мне можно, то и им можно по праздникам. Поэтому сегодня здесь, в храме осознанного сердца, я выбираю освободиться. Это означает осознанно сказать себе, Богу и своим близким, что с этого момента никакого ни праздничного, ни непраздничного, ни дружеского употребления алкоголя в моей жизни не будет. То есть никогда. Если интересно, я раскрою, почему. Когда я вдруг подошел к этому решению, чтобы вот так вот произнести себе, потому что, знаете, с себе всегда с собой можно передоговориться. Ну, знаешь, как-то что-то повело. Что-то прям провалился. Прямо. А потом как-то так вроде и хорошо. Очень важно, чтобы перед лицом высших сил, перед лицом своих близких, но и сейчас те, кто видят, тоже мои близкие. Это осознанно в такой молитвенно-медитативной атмосфере произнести, провозгласить. И с одной стороны, во мне есть для этого все силы, вся потенциальность. Но с другой стороны, как только я начал об этом думать, внутри за душу стали цепляться какие-то гарпуны и говорят, не лезь туда. Нет, ты не сможешь. Так вот, пока есть решимость, и она, ну, как бы, знаете, вот решимость нарастает. И вот уже всегда это нужно произнести, провозгласить и подставить точку. Сегодня, какого-то там июня, я окончательно ставлю точку в употреблении в любых формах и в любых дозах. Ну, конечно, кроме медицинского показания, где там какой-то, мы не можем проконтролировать, сколько этого спирта там в Карвалоле, например, или в чем-то таком. Вот, ну, кроме медицинских, ну, это все. Я здесь не отмазываюсь, друзья. В моей жизни было несколько случаев, когда я, зная, что человек имел негативный опыт употребления алкоголя, и просил меня об этом, разделял с ним это. Ничем хорошим это не закончилось. В моей жизни были случаи, когда свою сложную, тревожную, непростую ситуацию я пытался заглушить этим ядом. Она не глушится, она тормозится, ставится на паузу, но потом решать все равно приходится. Я выбираю состояние свободы от этого, потому что я выбираю жизнь, я выбираю свое служение. И я знаю, что сила этого решения укрепит мой внутренний стержень и развернет, раскроет новые потенциальности для того, чтобы быть полезным людям в этом мире. Я делаю это по любви, свободно, не будучи вынужден какими-то ситуациями или обстоятельствами. Вот сегодня, прямо сейчас, когда вы будете смотреть это видео, это уже произойдет. Я считаю, что алкоголь и алкоголизация настолько проникли в нашу культуру и в нашу нейрофизиологию, и в наши вот эти вот так называемые традиции, что многие люди не мыслят, как расслабиться. Ну, например, человек был строгий, собранный такой, замкнутый, потом он выпил, начал балагурить. Ну, думаешь, как? Классно, вот как можно раскрепоститься. Нет, друзья. Более того, если человек под алкоголем, что-то вам или обещает, или как-то любит, этому ни в коем случае нельзя верить. Он протрезвеет, и все рухнет, все изменится. Сегодня многие бизнес-вопросы решаются под алкоголем. Сегодня в политике много алкоголиков. Я не считал себя алкоголиком, пока не осознал, что гарпуны этого яда, они каким-то образом нейрологические цепочки, так скажу, запущены во мне. Что если будет трудно, если будет колбасить, если будет тяжело, то ты знаешь, как можно облегчить внутреннее напряжение. Я отказываюсь от этого, и я считаю, что я не могу быть эффективным в помощи другим людям, которые, может быть, даже и не алкоголики, или таковыми себя не считают. Но если у них проложена цепочка анальгезии, анестезии в эту сторону, они зацеплены. Я сегодня выбираю быть свободным. Ну, конечно, я делаю это не ради пиара. Я делюсь с вами, и вы понимаете прекрасно, что я перформер, но не самопиарщик. А ради того, чтобы, возможно, мои слова и мой сегодняшний поступок каким-то образом повлияли на вас, если вы человек, помогающий профессии, чтобы вы выбрали поступить так же. Если вам нужно такое сообщество, где это примут и выслушают, и будут поддерживать вашу свободу. Есть слово «трезвость», но в нем мне не нравится так аннотация. А есть слово «свободы». Свобода. И я выбираю свободу. И если вам понадобится пространство или сообщество, где вам тоже захочется выбрать свободу, и где есть поддерживающая среда для того, чтобы вы укрепились в этом выборе. Я, мы готовы здесь вас принять и ваше решение, ваше освобождение услышать и быть ему свидетелями. Я хочу покаяться вот в чем. Будучи человеком эгоцентричным и, может, в чем-то горячем, и я не вполне с уважением, может быть, с легкой иронией, но с доброй относился к тем сообществам, анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, в которых с этой проблемой зависимости люди работают. Я позволял себе иронизировать, глубоко не вникая. Я хочу в этом покаяться перед теми людьми, которых, может быть, болезненно коснулась моей иронии. Я уверен, что для людей, которые, ну, по всем психологическим, медицинским показаниям стали алкоголиками, такая среда просто необходима. Поддерживающая среда, где люди вместе выздоравливают, просто необходима. Поэтому сейчас даже тех людей, которые вроде бы что-то завязали, я с удовольствием отправляю в эти сообщества для того, чтобы был опыт взаимоподдержки. До конца только человек, имевший разрушение и признавший от алкоголя, от употребления, и признавший свое бессилие перед алкоголем, может дальше двигаться по этим прекрасным 12 шагам. Пока ты гордишься, пока ты говоришь, я справлюсь сам, пока ты говоришь, ну, ладно, я там схожу на группу, ничего это особо не даст, пока ты не веришь в себя, не опираешься на себя. И пока у тебя нет серьезных оснований, ради чего жить, сохранять свою жизнь, возрастать в этой жизни. Ты будешь в трезвости, может, даже полгода, и будешь опять проваливаться. Определись, ради чего тебе стоит жить, ради кого тебе стоит жить. Кто тебе дорог в этой жизни больше, чем биохимический кайф, чем то зло, которое изобрели люди. Ну, то есть, само по себе химическое вещество не может быть злом, как любая химическая формула. Но его употребление разрушительно для мозга. И когда ты глушишь душевную боль, ты оттягиваешь собственное выздоровление и выход за здоровой полноценной жизни. Я не хочу быть многословным. Сегодня это произойдет со мной, по моему осознанному свободному выбору. И я хотел бы просто силу этого решения, этого намерения, которое есть уже сейчас, лично или через это видео, передать вам. Спасибо, друзья, за резонанс. Спасибо за то, что к моему желанию это не утаить, а вот так вот поделиться. Вы отнеслись с пониманием. Кто-то может сказать, ну, решил и сиди там. Нет. Мне хочется, чтобы таких, такой решимости было больше. Поскольку у меня не было серьезных и глубоких отношений с этим злом, я уверен, что это решение и прохождение всякого рода, знаете, идешь так в магазине и соблазн. Мне дастся легко. Но если у кого-то были серьезные отношения, воевать за себя, за свою целостность, за свое предназначение, призвание, за свое здоровье, за близких, с которыми у вас есть связь, который рушит алкоголь и который приносит им колоссальные страдания детям, мужьям, женам, друзьям, родителям вашим, придется воевать. И этот зверь не снаружи. Он внутри. И когда он просыпается, он выдает себя за ваше желание. Но помните, что он может использовать только ваши руки, ноги, рот для того, чтобы напитать себя. Если вы принимаете такое решение, принимаете быть в свободе, вам придется воевать, вам придется быть внимательным к своим импульсам, к себе, вам каждый раз придется растождествляться. И самое главное, наверняка вам придется что-то в своей жизни подчинить, что явилось причиной той боли, которая утягивает вас. Когда вы предпочитаете что-то вытеснять, о чем-то не думать, что-то забыть вместо того, чтобы разрешить, вам приходится глушиться, а иногда без причин. Я считаю, что до тех пор, пока у человека есть сознательный или подсознательный шанс свалиться в употреблении алкоголя, духовный рост, интеллектуальный рост, личностный рост просто невозможен. Когда мы растем, превозмогая себя, выходя за пределы прежнего себя, когда мы растем в отношениях, мы непременно встречаемся с кризисами, с трудными моментами. Так вот, если дверь открыта в эту черную дыру под названием химический кайф, вы никогда не сможете преодолеть, потому что текущий кризис, текущее напряжение, текущее осознание, текущие подсказки извне или от души, но вам трудно следовать им. Вы знаете, как можно глушануться. сегодня для меня особый день свободы, и может быть, так, как анонимные алкоголики, я буду отмечать 40 дней, полгода, год, начиная с этого дня, и делаю я это свободно и по любви, и всех тех, кто уже пытался справляться, и потом праздники или депрессуха и срывался, я хочу вдохновить. Во мне достаточно силы, чтобы сделать этот переход сегодня. И во мне достаточно уверенности в том, что скепсис всего мира не сможет поколебать мою решимость. Редактор субтитров А.Семкин